Потому что ради него приходится жертвовать делишками мелкими и менее значительными. Послушай, черт возьми, мы тут болтаем, а ты стоишь в луже крови. Успокойся и позволь мне и Шане заняться тобой. Она права, крикнул Лютик, ты же ранен, черт побери. Тебя надо перевязать и сматываться отсюда. Лаяться будете потом. Ты, твое значительное дело. Ведьмак, не обращая внимания на Трубадура, неловко сделал шаг вперед. Да, там Трубадура не мог выговорить, надо же. Ведьмак, не обращая внимания на Трубадура, неловко сделал шаг вперед. Твое значительное дело, Филиппо, и твой выбор – это раненый, которого ты хладнокровно пырнула ножом, когда он же сказал тебе все, что ты хотела знать. То, чего мне узнать было нельзя. Твое значительное дело – это Риенс, которому ты позволила сбежать, чтобы он случайно не назвал имени своего работодателя, чтобы мог убивать. Твое значительное дело – это трупы, которых не должно было быть. Прости, я неверно выразился. Ни трупы, ни значительные делишки, мелкие. Я знал, а что ты не поймешь. И пойму, верно? Никогда. Но в чем дело – знаю. Ваши значительные, ваши великие дела, ваши войны, ваша борьба за спасение мира. Ваша цель, которая оправдывает средства. Прислушайся, Филиппа. Слышишь голоса, крики? Это коты дерутся за свои великие дела. За абсолютную власть над кучей отбросов. Это не шутки. Там льется кровь и летят клочья шерсти. Там идет война. Но мне в высшей степени наплевать на все эти войны. Кошачьи и твои. Тебе только так кажется, прошипел ты. Тебе только так кажется, прошипела чародейка. Все это коснется и тебя. К тому же гораздо раньше, чем ты предполагаешь. Перед тобой необходимость и выбор. Ты впутался в предназначение, дорогой мой, больше, чем полагал. Ты думал, будто взял под крыло ребенка, маленькую девочку. Ошибаешься. Ты приютил пламя, от которого в люб... Ты приютил пламя, от которого в любой момент может вспыхнуть мир. Наш мир. Твой, мой. И тебе придется выбирать. Как и мне. Как Трис Миригольд. Как вам. Как пришлось выбирать Йеннифер, ибо Йеннифер уже выбрала. Твое предназначение в ее руках, ведьмак. Ты сам отдал его в ее руки. Ведьмак покачнулся. Шани крикнула, вырвалась из рук Лютика. Геральд жестом остановил ее, выпрямился, взглянул прямо в темные глаза Филиппы Эльхард. Мое предназначение, с трудом проговорил он, мой выбор. Я скажу тебе, Филиппа, что я выбрал. Я не позволю, чтобы вы впутали в свои грязные махинации цири. Предупреждаю. Тот, кто посмеет нанести вред цири, кончит так же, как эти четверо. Я не стану присягать или клясся. Мне не на чем присягать и нечем клясся. Я просто предупреждаю. Всех предупреж... Кто так вот? Всех предупреждаю. Ты обвинила меня в том, что я скверный опекун, что не смогу защитить этого ребенка. Я буду защищать, как умею. Буду убивать. Буду безжалостно убивать. Супер.